Приветствую всех, 2504 сборка Мощный игровой системник у нас Процессор i9 Видюха RTX 2060 32 гига памяти, водянка На Z490 чипсете у нас материнская плата Ну и SSD накопитель NVMe на 512 гигабайт Корпус у нас здесь Deepcool Matrix 50 С RGB подсветкой Спереди у нас три вентилятора Подключены на собственный контроллер подсветки Имеют 4-х пиновые колодки Подключение вентиляторов И все это запитано на материнскую плату На разъемчик Соответственно вращается по мере нагрева корпуса Также у нас такие же вентиляторы и на водянке Стоят также на мать запитываются В общем вся у нас система Работает исходя из температурного режима работы компьютера Это очень такое правильное решение Можно эти вентиляторы индивидуально подстраивать Ну а подсветку можно здесь отключать Процессор у нас 10 ядер 20 потоков i9-10850K Существует i9 без приставки K Их назвать i9 на самом деле Очень сложно Потому что теплопакет у процессоров без приставки K65 Вт И работать он будет крайне хреново Если будет высокая нагрузка Он просто будет частоты очень сильно сбрасывать Чтобы этот теплопакет уложиться 10 ядер 20 потоков Еще и на старом техпроцессе Это конечно жестоко Удушили так удушили Поэтому если используется i7 либо i9 Да и собственно если это даже i5 Ну где требуется высокая многозадачность Высокая производительность на постоянной основе Какой-то рендер, видеомонтаж Чтоб он работал долго в пиковых нагрузках Тут нужно использовать только процессоры с приставкой K Мало того, что базовая частота у них выше В данном случае у нас в базе Он 3.6 ГГц и до 5.2 В турбобусте разгоняется Так еще и Поверлимит ограничен 125 Вт Но по факту Материнские платы Вот в данном случае гигабайт Нам задает примерно 155 Вт Судя по АИДе И примерно эти 155-160 Вт держат Чтобы такую нагрузку процессор смог выдать В процессорах используется уже не термопаста А припой под крышкой процессора На термопасте, наверное, таких Такой теплопакет просто не сможет нормально работать Ну и чтобы эти ваты процессор мог переварить Нужна и хорошая материнская плата И хорошая система охлаждения При том, что даже если здесь будет система охлаждения простенькая Процессор не будет уходить троттлинг В большей степени Из-за того, что будет включаться Вот этот пресловутый Поверлимит Материнская плата начнет душить процессор Чтобы он какие-то сверхвысокие температуры Не набирал Хотя если кулер будет детский То, конечно, и это возможно Здесь стоит у нас уже не воздушная система охлаждения Здесь стоит система водяного охлаждения На водоблок по два вентилятора 120 мм Дипкул Гамакс Л240 Тенор Одна из самых популярных сейчас систем водяного охлаждения Очень симпатичные резиновые трубки Тьфу, никогда еще проблем с подтеками не было Если ее постоянно не тормошить В общем, хорошая, добротная водянка Ну и исполнение здесь у нас синее Здесь вот такой водянки Есть три исполнения Красная, синяя, либо белая Ну а надпись Дипкул будет подсвечиваться Исходя из температуры процессора То есть в зависимости от нагрузки Эта надпись может быть абсолютно не синий Бледный Значит воду особо не гонит Либо вот если яркая, насыщенная синяя подсветка Значит воду гонит по максимуму Ну и собственно такая система охлаждения Может спокойно переварить эту нагрузку Почему используется 10 850K, а не 10 900K По простой причине, что он просто тупо дешевле А по частотным характеристикам всего лишь 100 МГц базовая частота И 100 МГц в турбобусте отличает 10 900K от 10 850K Здесь 3.6, а было бы 3.7 Здесь 5.2, а было бы 5.3 Ну а так как процессор с приставкой Из-за чипсета и так далее То если уж сильно надо повысить производительность Можно в биосе просто подразогнать процессор Особых проблем не возникнет Тем более водянка здесь есть Хотя если честно Небольшая эта разница будет Тут главное иметь этот пресловутый повышенный поверлимит Материнская плата Z490UD Гигабайт полноформатная Имеется два огромных массивных радиатора на ключах И есть возможность экстремального разгона Для этого даже дополнительная 4-пиновая колодка до питания 8-пиновая колодка может переварить примерно до 200 Вт электроэнергии Поэтому дополнительная 4-пиновая колодка расширяет этот допустимый диапазон Но если все поверлимиты отключить Даже вот эти два огромных радиатора на ключах Будет дико греться И будет слышно как все тут на пределе работает Поэтому экстрим здесь на самом деле тоже не годится Ну а так с этой системой охлаждения будет работать компьютер абсолютно бесшумно На плате есть два разъема Ultra M.2 В оба разъема можно воткнуть SSD накопитель с интерфейсом NVMe Верхний разъем можно поставить с интерфейсом SATA Также плата поддерживает память Intel Optan Которая повышает характеристики SSD накопитель либо жесткого диска на выбор Как-то у нас машинки были с Intel Optan Ну прикольно На плате есть 4 слота под память Процессор поддерживает до 128 ГБ оперативки Можно назвать это таким серверным решением Раньше машинки выбирали на профессиональных процессорах Каких-то на Xeon Исходя из того, что на предыдущем даже сокете Эти процессоры бюджетно понимали не больше 64 ГБ В данном случае уже 128 ГБ 4 слота по 32 ГБ Плата спокойно понимает Единственное, что в таких вещах уже, наверное, профильную память использовать не получится Слишком высокие характеристики памяти Такие огромные модули будут двухранговые Может быть даже четырехранговые Память здесь у нас кит-комплект из двух 16-гиговых модулей Адата XPG Spectre SD10 Есть два профиля памяти на 3200 и на 3 И чтобы разогнать эту память на 3200 Достаточно включить всего лишь профиль разгона Не надо ничего ручками ковырять То есть тут в разгоне есть два варианта Первый, это покупается обычная дешевая память Чаще всего на низкой частоте 2133 Чтобы тайминги были вкусные Например, какой-нибудь Samsung, который гонится И уже ручками тайминги все подстраиваются Напряжение и так далее Но это, скажем так, для тех людей Которые готовы убить много времени на это А если хочется получить быстрый компьютер без станции с бубном Просто покупается вот такая память С профилем XMP Тем более сейчас это как бы уже стало нормой Естественно, будет работать двухканали 2 по 16 и 32 гигов памяти Здесь будет достаточно Видеокарты GeForce RTX 2060 Такие у нас безальтернативные Видеокарты KFA2 Их два типа у нас используются Либо One Click, либо 2060 версия Plus Но отличие здесь в том, что подсветка на вентиляторах И отсутствует фан-стоп Плюс разная система охлаждения Здесь набраны пакеты из металлических пластин А One Click имеет алюминиевый радиатор С тепловыми трубками Особенность KFA2 в том, что Во-первых, сзади у нас идет металлический бэкплейт Не пластиковый И трубки у нас находятся Немножко в другой конфигурации Вдоль всей видеокарты Здесь три трубки В общем, в плане системы охлаждения Здесь все по максимуму Такая симпатичная видюха 8 пин, 192 бита И будет, в принципе, современные все игрушки тянуть Даже на разрешении 4К, 2К Ну, может быть, на 4К Естественно, не на ультра настройках А так, в большинстве случаев Особенно на Full HD 2060 будет на ультрах все тянуть У нас она посчитана ниже рынка Связано это с тем, что Такие видеокарты достаются нам с системников В свое время купили кучу Дексповских системников Юпитеров Где такие видюхи стояли еще до повышения цен Поэтому еще пока запас есть Мы их продаем и продаем И посчитаны не по 45 тысяч, а не по 65 Но в розницу такие видюхи не уходят Только в компах И когда последний видюх уйдет Просто их не будет Вот и все Поэтому советую, если кто-то собрался Компьютер брать, поторопиться Процессор мать здесь тоже ниже рынка Это последние материнки Также были куплены в ДНЕСЕ Когда еще у них была акция Выгодные комплекты Сейчас этот процессор уже на 5000 дороже Материнский плат тоже дороже Поэтому системник по цене вышел очень вкусно Но это, наверное, пожалуй Последний системник По такой цене Ценники мы особо не увеличиваем Уйдет Будем собирать новые Там уже ценники будут другие Ну а пока Такая вот вкусная цена Плюс они Такие компьютеры привлекают клиентов Покупают и другие более дешевые SSD накопитель у нас ADATA XPG SPECTRICS 6000 Lite NVMe SSD накопитель Быстрый-шустрый На 512 гигабайт Блок питания на 700 ватт ZALMANZE M700LX Недорогой блок Но для любой современной видеокарты Его хватит Он бесшумный Ну на такой блок Можно повесить Две таких видеокарты Никаких проблем с этим не будет Ну и корпус Корпус у нас здесь Матрикс 50 Спокойно Как можно видеть Уместилась водянка Причем водянка Могла быть еще и шире Корпус рассчитан под установку 140-мм кулеров То есть мог быть водоблок И под такие кулеры Ну такой на самом деле Золотой стандарт корпусов Сейчас Красивый, симпатичный, недорогой Сейчас крышку наденем И посмотрим как это выглядит Закаленное стекло здесь сбоку При том что Как видно металл полностью Прикрывает стекляшку Сколы будут исключены Здесь вот сверху пыльник Есть разъемы SB2030 Ну такой вот огромный Большой тяжелый корпус Очень красивый Симпатичный Работает компьютер Бесшомно Ну а в будущем Через годик А2 Наверное Появятся эти видеокарты Те которые сейчас В майнинге И можно будет потом Видюшку прообредить Все остальное Мне сложно представить Чтоб как-то не хватало Еще раз По деньгам По деньгам Машинка вышла 123 350 рублей Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова